СМОТРИ БОЛЬШЕ НОВЫХ РОЛИКОВ И НАЙДИ СВОЙ СТИЛЬ ПЕРЕХОДИ ПО ССЫЛКЕ В ОПИСАНИЕ И ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ САЛОН ЭВЕРЕСТ ДАВАЙ, УВИДИМСЯ Всем привет, это ЭВЕРЕСТ БЛОГ И как говорится, хочешь начать свой блог, делай сам студию Ну, если нет бабосиков на мордикоров Но сейчас не об этом, давайте начнем Поговорим о том, как правильно носить кольца Всем привет, привет, здорово, салют, всем алоха, шалом, мужики Всем это, здорово Поздоровались на несколько передач вперед, теперь можно и начинать Всем привет еще раз, это ЭВЕРЕСТ БЛОГ И начиная с сегодняшнего дня, мы будем следить за тем, чтобы вы всегда были в стиле и всегда оставались на высоте Недавно мы провели небольшое исследование и поняли, что В моду вновь ходит ношение перстней И носят их от мало до велико Необходимо и достаточно для джентльмена носить на руке часы и обручальное кольцо А что, если душа требует большего? Именно насчет этого мы сегодня и поговорим Пять советов мужчинам, которые носят кольца Как можно меньше? Носить на пальцах уйму колец и не выглядеть странно могут только три типа людей Те, кто играет рок-концерт Те, кто слушают этот самый рок-концерт И те, кто собрался тонуть на судне в образе Джека Воробья Все В остальных случаях ваши руки легко спутать с шашлыком Если сегодня не намечается рок-концертов, но вы ярый поклонник кантри-стиля Носите не более двух колец Не считая обручального Правила левой руки Четкого правила относительно того, на какой руке и на каком пальце носить кольца нет Но элементарная логика подталкивает к следующему выводу Загружать кольцами лучше левую руку Во-первых, исключена вероятность диссонанса с обручальным кольцом Во-вторых, снижен риск повредить пальцы при крепком рукопожатии надежного бизнес-партнера Да и если вы, правша, и вдруг попали в передрягу, согласитесь, придется пустить в ход руки И тут уж, поверьте нашему опыту, кольца повредят именно тому, на чью руку они надеты Пальцы вещь хрупкая Сочетание металлов Ты... ты чего творишь? Убери камеру Убери, я сказал Сочетание металлов Сочетать ли металл колец и запонок? Да Вы же сочетаете цвет ряня и цвет обуви Если, скажем, у вас перстень с черным агатом, логично подобрать и запонки с подходящим камнем Украшения белых оттенков смотрятся не так вызывающе и легче сочетаются с другими аксессуарами Поэтому сталь, серебро, белое золото, платина Фамильный перстень розового золота на руке должен выступать в гордом одиночестве Достойную пару ему может составить только золотой хронограф А что с пальцами? Ну а что с ними в самом деле? Если короткие и широкие, идею с кольцами лучше вообще оставить Да и обручально выбирать как можно тоньше и незаметнее Длинные и тонкие Кольца могут быть любой ширины, но не слишком фактурные и массивные К нормальным среднестатистическим пальцам подойдут любые кольца Родная стихия колец Рокерско-байкерская стилистика в духе раннего Марлона Брандо или Джеймса Дина Поэтому если надели классический костюм, лучше обойтись тем минимумом, который мы обозначили в начале Если же вы при блейзере и джинсах, можно аккуратно начинать упражнения на кольцах Теперь, когда вы знаете, как правильно носить кольца, мы можем спать спокойно Кстати, оставляйте в комментариях свои вопросы относительно моды, трендов и причесок А команда Эверест постарается найти ответы на все вопросы, тревожащие вашу душу Хотите быть стильными, модными и привлекательными? Тогда подписывайтесь скорее на наш канал и будьте в курсе Смотрите все наши видео и не забывайте про лайки Всем пока!